Всех приветствую! С вами Анжелика. И сегодняшнее видео я посвящаю встрече вышивальщиц, о которой я говорила еще в прошлом видео. И хочу вам показать, что из этого получилось. Мы с подружкой Танюшкой пришли на эту встречу, и к нам присоединились две девчонки, Анна и Светлана. Анна бывший блогер, и у нее есть свой канал. Ссылочку на него я обязательно оставлю, и предлагаю вам посмотреть. Там очень много чего интересного. И Светлана, она начинающая вышивальщица. Но я вам скажу, эта девочка начала уже с таких серьезных работ, многоцветок. У нее несколько процессов, очень интересных, и я желаю удачи ей. Ей это нравится, я думаю, у нее все получится. Удачи и вдохновения! А вообще, все, что у нас получилось из этой встречи, я вам предлагаю посмотреть. Приятного просмотра! Вот это, по отношению к Тане, давай, Танюшке. Да, и Света же хочет посмотреть. Свети, вообще, прелесть. Это мой тес. Аккуратнее, аккуратнее. А это чашка? Это Китай. У них сейчас появилось очень много всяких там, и собаки разные, и вообще всякие-всякие животные. Вот именно в такой вот технике. Мне кто-то написал, сильно много зеленого. Ну, не знаю, мне нравится. Оно как мозаик. Наверное, кто-то дальтоник, наверное. И его так интересно вышивать. Не знаю, очень прикольно. Какая красота! Ой, это кто? Это ты такое любишь? Это Китай тоже, это сода. А, сода, сода. Тоже, вот мне захотелось какую-то любую такую. Оно так интересно, эти пироженки, все мороженки. Вот здесь даже там какую-нибудь ниточку ошибутся не по цвету, тут без разницы, потому что здесь сладости. Какая разница, какой там бледно-оранжевый или яркий. Нежные такие мороженые. Ой, какая красота! Какая прелесть! Мы сейчас еще в обратную сторону будем потом. А это Китай? Китай, да. А оригинал кто? Я первый раз видел. Но тут было много цветов и очень много. А может это какая-то авторская схема? Может быть, они шли. Боже, как красиво. Ласточка вообще объемная. Прям объемная. Да она вся объемная. А пионы, я думала их будет так... Ничего, вы знаете, так быстро. Она у меня вышла за две недели вот эта все. Я думала, тут вообще будет кошмар. У меня какая рыбожая. Это мережки купят уже. Ну, Сережа, теперь берегись. Золотой. Я это все как увижу. А, серьезно? Да. Вот так вот. А точно так? Я бы, наверное, вот так. Нет. Это он типа выпрыгивает из волны. Анжела, вот так это когда ты хочешь его приготовить. Так ты видишь на тарелке уже. Вообще, огонь. Вот у меня дома высывался, что-то с перерывами. И как-то дома получили. И канвара сюда голубенькая, конечно. Была, да. Очень красивая. Очень. Такие прямо... И вот кто скажет, что Китай это Гэ? Кому надо... Я не знаю. Очень классно. Вот это бесплатная схемка была... Это... На хэллоуи. Сочетается хорошо с фотостерным, с оранжевым. Мне нравится. Ворона нравится. Да. Вообще классно. Крутяк. Это вообще... Вот это вот я не могу оформить уже два года. Я у кого-то видела. Это авторская? Нет, это стойные рамки. Это китай или это авторская? Это китай. Это фотоаторская, я знаю. Это да, забыла, как у нас называется. Я забыла. Какая-то прикольная дизайнер. А не аннаки? Нет. А бисер? Я у кого-то видела. Бисер это я уже свой сюда. У кого-то я видела, я обалдела. Как мне нравится. А, как красиво. А я, кстати, не видела у китайцев. Это кто фирма? Джей Сандэй. Как я хочу тогда. Даже с нанесенкой? Анжела, если ты не видишь, мне такое тоже. Да, вот же девочка вот еще. Хорошо, да. Я ее давно покупала. А бисер? Нет, набор. Тут 54 цвета бисера. А бисер свой подбирали? Бисер свой, да. Тут я не помню, по-моему были или французский узел. Или что-то такое. Шикарно, не-не-не. Но я бисер, да. Получились как яйца фокусы. А бисер потом помирает. Тоже можешь написать? Вот это красиво. Я подбирала из того, что было. А вот это вот я брала 1 см. Ну или тогда мне фотографируем. Давай фотографируем, чтобы так было. Вот была ярко-зеленая. Немножко сюда. Бисер, чтобы так было. Очень красиво. Я такой первый раз вижу. Я видела, я живу. Это от чья до авторская. Я видела именно схема. Как красиво. Если вышивают по отдельности, это каждое яичко. Ну как хочешь. А здесь все вместе, как композиция получилась. Это как яичная мандала тебе. А быстро выси. Яичная. Получай, как ты узор на чулакчик-чик-чик. Знаешь, оно как-то... Логично. Я хотела вот так вот, чтобы было зеленое и внутри розовое. Вот я не могу подобрать такого для Спарту. Это двойное. Но тут оно даже тройное, по-моему, розовое, фиолетовое. Это шикарно. Вот это точно моя любовь. Так, а ниточки, как они вот эти переходы? Это нитки вот эти вот именно сюда я брала ДМС вот эти вот. С переходом еще, да? Мутиколор когда-ли, да? Шикарно. Вот эти я заменила. Это как у Лиды, эти, кониколон, да? Он на косички плетет, да? Ну, мутиколор они же. Как, меланжевые, как они называют. Я столько новых терминов узнал. Это у нас односторожно. У меня муж тоже уже знает, что такое семплер. Чем семплер от хвакера отличается, и все такое. А я что-то сижу, когда обсуждаю, говорю, Сережа, а он картинку какую-то показывает. Он говорит, вот это. Говорю, Сережа, там, ну, говорю, бэкстича, еще что-то. А он говорит, что? Ой, я говорю, все, ладно, давай объяснять. А мне в комментариях писала одна женщина, что вы загрязняете русский язык вот этим бэком. Что за бэком? Я сколько литературу прочитала, я такого не видела. Злого. Ну, оказалось, что это семьдесят с чем-то лет бабушки, она видна, учитель русского языка. Ну, как я объясню? Ну, тогда вообще не было вышивка бэка никакого. Ну, да. Она говорит, сколько я перечитала литературу, я делала, потому что я ни одной книги не прочитала по вышивке. Ну, смотрю ж блогеров, у всех бэк мы еще. А это что, уже французская, да? Это Мадам Лафи, да. Ну, это тоже Китай. Это леди. Нет, нет, давайте, дойдем, дойдем, да. Мы просто... Одна лучше другой. Таня, у нас с тобой, короче, сейчас в обмороке. А я думала, они побольше. Нет, они шестьдесят на шестьдесят крестика. У меня еще четыре уже вышли, да, но две еще не стало. Ну, что-то я думала, они где-то пятнадцать, даже китайцы. Нет, это и схемки я скачала когда-то давно в интернете. А вообще, производитель кто это? Леди. Я поняла, да, я видела. Не, не, это именно Леди, да. Вот эти хаточки, да. Они манюсенькие. Чем не этот, не лил хил, да? Такие аккуратные. Ну, тут идет дробного бэка, тут много дробного. Потому что она маленькая, и надо тут все... Моя красота и прелесть. И тут и бэка нету, да? Тут бэка, ну, может, по минимуму где-то можно. На листочках. Да, совсем чуть-чуть. Я смотрю, на птицах нету, на грибах нету. Я их тоже накупила, этих наборов мадам-младки. Их как-то одно время сначала не было, а сейчас их столько появилось. И все хочется. Елки палки. Зимние. Очень красивые новогодние, там их вообще шикарно. Красиво. А, Таня. Я буду, я вышиваю, вот это в ноябре, будет три года, как я вышиваю. Ну, начинала с бисера. Ну, что у меня вот такие новые. Да, ну, что там все отбили вообще. Да, вот это яркое-яркое вообще. Так, моя красота. Вообще, как смотришь, да, на картинке вообще. В украинском стиле. Теперь я это хочу. Ну, да, это же называется серия Маляныча Украина. Да, да. Супер. Супер. Очень красиво. Очень-очень. Это же Юля Ляшенко. Что же вышивали? Викже? Я не знаю, я домой. Она вышивала пасхальный. Где пасхальный? Пасхальный у меня есть. Он недавно оформлен. Я его самый первый вышивала, я оформила. А эти пасхальный. А эти пасхалки сейчас. Маленькие. Пасхальная красота. Еще раз, кто снимает? Леди. Леди, да. Сейчас я их недавно в фест-путе себе выставлю. Вот такое я же не увидела. Все, Таня, да? Есть куда стремиться? У нас еще вообще детские веки. Вот. Аня, ну детские веки. Красота. Да, вот она его вышивала. А сколько это всего? Их много. У меня их вот этот пасхальный и еще 12. Вот эти у меня еще 4 выше, это еще 2 мне осталось. И они сейчас все продажи еще есть? По-моему, ну может не все, но есть. Еще я недавно девочке в ссылку скидывала. Знаете, где я видела? Морис Ем, заходите на сайт. Я скачивала их ВКонтакте. Это было 300 лет назад. А если еще Морис Ем, вот туда можно зайти. По-моему, я их тоже продаю. Анжи, ты подписана на выше в Патаме. Ну они все так идут в пределах 20 цветов. Так там 19, 21, 22 максимум. И вот так все. Такие маленькие сюжеты и все. Слышь, как мультик я смотрю, да? Скажи, на что? Это мультик про казаков, это мультик, это, пёс, живу, пёс. Да, 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 видишь? И только я так посмотрела. А это моя про колобка. Мы сейчас по новым будем. Мы сейчас будем это все в супер. Так, я сейчас тоже. Вот это вот серия. Ну это у меня все оформлено. А, класс. У меня их 6 вышит. Это дизайн-бокс. Это дизайн-бокс. Ну вот это один оригинальный только. А остальные все китайцы. У меня в сумке. Класс. Но они еще, они прикольные. Вообще, да. Вот это дамочки вообще. Мне мужу нравится. Это когда ты их сетый. Но я в ход по одной высшиваю. А ты тоже хотела, да? Помнишь? Класс. Я столько хотела, я не высшиваю так быстро. Та ты шо? Секси. Ой. Вот это лаванка. Обалдеть. Лямур тоже. И я уверена, что китайские наборы по своей культуре хорошие. Ну, говорю, я не выжила. Во-первых, дизайн-бокс, просто его такого китайского не было. Вот это дамана-бокс. Вот это мне нравится. Вот там очень плохая схема. Бутылочка все что надо. Релакс. А так у меня китайцы. Ну вот как вот. Вот так вот. А, видите, да. Это фармональный тест. Вот даже есть фармональный тест. Что ты хочешь? Я же видео и так посмотрела. Что фотографировать надо больше? Это шо-то невероятное. Очень красиво. Красота. Ну, яйца будут мне снять. Все. Я наизуально понятны. В фейсбуке есть? Есть. Ну, я там редко бываю. В инстаграм я в основном. А в инстаграм есть? Да. Сейчас надо надо найти. Просто мы с Анжелой, мы в фейсбуке. А как найти? Сейчас по-находу. Шевченко танец. Шевченко и три черточки внизу. И выскочу. В общем, вдохновение набрали. Саня, благодарю. Красота. Она очень интересна была вышивание. Интересно. Не скучно, во всяком случае. Ей это прелесть. Да, похоже на моего сына маленького. Точно. Я только увидела его сразу. Красота. Красота. Я еще вышивала вот эту, это за мной полномор. Тоже копия мой сын. Ну ты даешь, говоришь. Первый раз. А такое большое заказала. Я говорю, а я ж узнала. Ну вышелась. Копия. Принесла домой. Анжела говорит, как ты вышиваешь? Она говорит, я на руках салатки, у вас прохула. Ну тут, тут. Я начала вышивать, что-то мне оно все вот это громоздкое. Ну как вот это полотно держать? Не знаю. Пошла, мама моя вышивала, она шла. Маме датчики дала маленькие, небольшие. Но они уже такие, короче, пластиковые, дешевые. Они пришло подышать. Я пошла на суток, здесь купила. Ну тоже пластиковые. Потом, короче, все поехало. Начала я искать. Идем, иди, иди, иди. Идем, иди, 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 иди. А, иди, 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 иди. Да. Я как увидела у вас эту кору-баттикору, давай же себе искать. Нашла такую и рождественскую еще. Думаю, что это... А потом думаю, не надо, наверное. А я в Китае купила. Так я же тоже в Китае вот это нашла. И рождественскую, и осеннюю. Я постоянно захожу на Али, если постоянно залипаю на Али. А это же круги. Это Чарьевно-мыль. Да. А я Клэйт, она себе наскачивала столько, как схемы. У меня вообще не знаю, штук 20, наверное. Не помню, нашла какой-то сайт российский. А сейчас оно не открывается уже. Я думаю, хорошо, что их пораспечатывала сразу. Но они красивые. Свету горелки новый смотрит. У него вообще, конечно, класс. И тоже на картинке, а вживую, как она выглядит. Ну да, лучше, чем... А все сезоны, да, у тебя есть? Зимы у них нет. А что, нет уже? А у Китатев есть зима. В Чарьевно-мыльте нет, а у Китатев есть зима. А по-моему, все такие, все четыре. Вот и этот, твоя. А я им пишу, а где зима? Они говорят, нету в этой разработке. У них нету, а у Китатева они нашли. Вот это, что на выставке, что сделала. Я тут шестнадцатая, да? Спасибо. Я Чарьевно-мыль люблю. Многие говорят, ой, все мы глянцевые, цветные, фу-фу-фу. Не знаю, мне нравится. А Россия, он как сейчас покупает, Чарьевно-мыль? Такие сюжеты мы первый раз вообще видим, с нами их разрываем. Откуда они их берут, если мы их первый раз вообще? Это шалфеточка, красавица. Это Ален, да? Да, это Ален, да. Ну, я не знаю, как вот это на нем, но так мелко. Капец. Это шестнадцатый, считай. Ну, если купила двадцать седьмой, думаю, попробую на двадцать седьмом сначала. Вот это класнючая. О, их там несколько шуток. Это чудесная игла, да? А они же в процессе, видели новинки там? Да, классные. Там у них была вот эта зимняя одна, А сейчас вышла Волк и Лисичка, по-моему, да, какие-то еще, но классные. Волк, Лисичка, потом какой-то натюрмор восточный, да? Да, на голубой конве. Морской красивый, она тоже классный, да. Там шестнадцатый, да. И тоже свой почерк. Вот чудесная игла. Мне у них нравится, сейчас китайцы тоже стали делать вот этот вот тоже зимний домик такой на зеленом. Китайцы вон есть тоже уже. Китайцы вообще молодцы, не успеют выйти, уже хоп, уже у них есть. Они занятские с кем. И прекрасно можно вышивать. И к ним нет претензий. Конечно. У них свои патенты. Класс, яркая такая вообще. Это чаревно-мытая, а ты только на этой там вышила, да? Да, это Ева. Класс. Уже первый раз на ней попробовала, мне очень понравилось. Но она такая, охотненькая. Да, и хорошо держит. А ничего, что тут такие неоднорудные нитки не мешают, но они... Смотри, ну, я просто вышивать, когда нормально. Солнечное утро. Красиво. Это точно для начинающих. Простоенькое. Ну и пи. Ну да, тут только крестик, да? Тут даже полукреста нет. Есть. А, есть вот этот чуть-чуть, да? Вот не люблю полукрест в одну нитку. Вообще не люблю в одну нитку, да. Если было в две, оно было бы насыщеннее. А так оно типа это за окном. Вот здесь я смотрю две нити, я знаю. Да, он прям в руках. Ну, он и оправдан. Вот с моего ракурса и Саня, да? Да. Он прям как имя. Классно. Спасибо вам большое. И девчонки, мы все-таки счастливы, что есть такое разнообразие сюжет. А мы и не понимаем. Вот у меня сестра говорит, что делать нечего или что? Да, да, да. Ну а что делать? Наоборот, что на ссылке постоянно чем-то заняты. Я уже вот, я не знаю, я всю жизнь, вот сколько себя помню, я телевизор просто так вот смотрю. Раньше я вязала. Все время сидела, вязала, вязала, что-то. Потом, когда начала вышивать, вышивка. Хотя вязать тоже руки чешутся. А потом я тут даже накупила пряжи. А может, а как же вышивка, говорит? Спицами, да, а крючком? Крючком как-то нет, да? Нет, спицами больше. А я крючком вязала, и спицами назад. Я раньше шила много, вязала, да. Ну да, а я слушаю. Я уже все сериалы знаю по голосам на слух. Вот смотри, смотри, пока я голову поднимаю. Все, можешь уже не смотреть. Особенно великолепный вид. Красота. Вот это вообще. На серой корне вообще красиво смотрится. Вообще, я люблю на цветной вышивать больше, чем на белой. Сейчас такое разнообразие. Боже. Основки. Тоже что они мне рассказывали. Боже, девочки, стиль меняют. Конкурки меняют. А потом, как начинаешь? Да я вот тоже не понимаю. Вот покупают набор, да? Основу заменили. Купили сагу эту для саги. А к чему тогда покупать набор? Если можно взять ту же сагу и подобрать нитки. И зачем тогда набор покупать? Ну вот я купила, я не захотела на камеру. Потому что был бы совсем... Чем не французская вышивка? Не, красиво. Она нежная. Это набор? Это лёд. Это набор, наверное, меняла. А, это повитруль? У меня от повитрули маки вышит. И вот один единственный набор. Да, я тоже их покупала, что-то гривен за 80, но они такие красивые. Но я вышивала их 300 лет назад. И мне это тоже хирург, короче. Ну, каждой основой я первый раз выплачула. Это повитруль. Повитруль у них хорошие наборы, хоть и дешевые, да. А я выбрала вот этот набор. Вот у меня от повитрули маки. Ой, здорово. Вот они тоже такие вот естественные, класснючие. Мне еще нравятся чудесные иглы. Там, где вот маки, васильки, которые были на замену. Ты поняла? Сейчас тоже мелькает в Инстаграм сейчас. Такой видопопулярный. Тут байка вообще нету, да? Нету. У кого же я видела? То ли в Малисе, то ли у кого-то, короче. У них тоже самые цветы. И вот это как-то разбитое сердце. Только маленькая такая вазочка. А то же самое. Я думаю, вот мои розочки смотрю, а у них вазочка еще. На улице же и распогодилось даже солнышко. Класс. Это тоже чудесная игла, да? Да. Классная игла. Сколько ты ее вышивала, да? Она пристроила ее. С новинок. Долго, долго вышивала? Ну, я же откладывала, видите? Может, 20 сентября, 20 сентября. А мне кажется, быстрее. Мне кажется, ты ее где-то за месяц грамм-дану кладешь. А у Аброра вот это вот, ну, домик вот этот зельний, когда купила, что-то вообще за хорошее. Таня не может ее оформить, нет. Да, мне понравилась одна рама, а ее уже нет. Вы сюда на какую-то коричневую, да? Нет. Там беленькая. Беленькая? Да. Потому что она беленькая, да, и она освежая. Беленькая с мрамором такая, да? Нет, она белая, еще ажурная там. Ну, короче, подберу, что-то похоже-то, да, уже. А в оригинале вот это, что хора-бати-хора представляет, у них там белая вообще просто. И такая похожа, знаете, как глипцевая. Такое, что-то похоже на хорошее, по-байле. Таня, а ты на Холодногори зайдешь? Да, кстати, когда-нибудь с тобой поедем. Мы там все магазины обойдем. А, там тоже Таня, да? Кажется, Таня торгует. В компасе, на Холодное Корее, да. Когда я вот там не пувала, я тоже в ресторан смотрела, думаю, что-то не прав. И девочки оформляют коричневую раму, ну, не раб, что всего-то как выделяют. Она наряде, не зависимо от того, что она не будет, посветляет. Это фирма Катай, ДМС, да? Да. И тоже маленькая, миниатюрная оказалась, да? Вроде бы как-то примитивчик. Я даже понимаю, что вы оформляете. Оформление. Да, на буре вот эти же пять цепей. А китайцы, да, стали это? А, китайцы стали это? Видите, ну, одну бисерь весь вышила, но до кучи ее не собрала. Ага. Это чарим на мыть, да? Ну, а я уже же из новинок вышила. Первая моя бруша. И не собрала. Да, я приклеила магнитик. Я почему-то вот этот вот, вот это вот ребро, это я забыла. Они мне показывали. Я ходила к ним, вышивала у них на мастер-классе в чаримной мытье. Класс. Это они мне показали, я забыла, как им вышить. А так, ну, легко и просто. Просто взять самой, попробовать, оно получится. А, ну, я здесь меняла бисер, абсолютно не рада, не пила, поподбирала. Ну, ты же недолго тут сидишь, где-то я за мной чай запрела, посмотрите. А, это не вопрос, мы тут будем сидеть, да. Я, кстати, не буду запрела кнопку на деревянке, до того не углу, на лень пластмичей. А лень пластмичей, на лень пластмичей. Пришиваю параллельно на эту сторону, доложу и сразу... Это кропотливо, да. Это сложно, наверное, очень. Это не сложно, но... Нет, не старо, красиво. И надо отслеживать узор, чтобы не потерять. А что-то у меня уже нитка торчит. Это я так закрепляла, под бисером проводила. А может, это Егор у тебя поиграл? Да, у меня мой племянник приезжает, он любит играться вот этими. Она же ярко... Это вообще мне рассказывала, птичка у меня сжал уже. Птички классные. Ну, что, не верят, не верят, да. Вот эта желтая машинка, а это птичка, ну, он понимает, что это птичка, но все равно машинка. И вот эта вот такая фантазия с ребенком. Ну, как я ребенку не подаю? Спасибо большое, Свет. Она есть еще у них мисичка? Да, да. А где-то, вы знаете, у них пальцем? Ну, я на них смотрю, да. Там, наверное, такие еще бесплатные учили. Да, она везде в обиходе, ее так бесплатно выбросили. Я в этом форест, но я всегда заберу, как только вижу, бесплатные учили. Да, нравится. А там набор, да? А здесь в китайском каком-то наборе была длинная ибукла. Здесь тоже вкладывается. Лина, мы длинная ибукла. Я наоборот. Немножко, конечно, здесь сбилась. Рисунки, а не видно ничего. Да, ну так и не видно, кто не знает, кто не знает. Да, да, вот здесь есть звездочка немножко. Нет, это же не звездочка, так и надо. Ну, так и надо, немножко не надо. Это я косякнула. А это ты знаешь, а в таком случае. Да, вышиваю туда, сюда, сюда. Шнежинки же не все одинаковые. У меня еще целый заготовка, еще надо будет вышивать. А вообще емку уже можно нарядить, 100%. Классно, да. А так приятно, когда вот своими руками. Это Ксюша Арчи, вы смотрите. У нее столько, а у нее это вообще космос, сколько она на деревяшках высевает. Наверное, елки не хватит, да? Надо две строчки. Вообще на пластик берем. Это же дюймовочка тоже. Вышиваю, кстати, со статков. Схема есть, я то со своих отставков. Все там вытягиваю. А я по сборам тоже беру. Вот если схема, с набором, что осталось, то смотрю по номерам. А ты покажи елку с этими игрушками. А, елку. Наряжали, да? Да, уже ж наряжали. 100 граммов. А вот еще чуть-чуть. Телефон у меня, да? Моя, они имеют. Вышиваю все на руках. Исключительно все на руках. Нормально. Еще постирается, они сядутся и все. Это корма садит? Нет, это не садит. Нет, это все искусственное. Ну, а эффект уже видно, да? Что здесь? А ну, когда ты начнешь вышивать свои розы данные. Мне ж надо сравнить. А, да. Что там? Перекрутилась твои бабочки. Ты в туалет ходила? Чем ты там занималась? Бабочки в другую сторону. Да, я видео записываю. Ну, а это ж кто-то меня обдурил. Чего я обдурил? Обманул. Ну, жить же вы все подали. Но одна подружка есть. А кто ж третья? А это Маша. Маша. Сурал Маша. Сурал Маша. Вот, кора ботикора. Вот, подсолнухи я, конечно, вышью обязательно на равномерке. Я уже прикупила равномерочка. Ну, на этой тоже хорошо. Хорошо, да? Модная, 18-ая. 18-ая, да. Отлично. В рамочке будет очень замечательно. И цвет красивый. Такой. Ну, огонь. Вот смотри, куда у меня глаза смотрели? Я по центру вышла? С центра. С центра начинала, сугубо. А что должно быть по центру? Домик. Вот тут нашла. Да? Да, я все же по центру. Это по схеме. Нашла центр. Сложила же ткань пополам. Ты читаешь косые. Ты нашла центр на схеме. Я вышиваю и не понимаю. Ты центр нашла на схеме, а на ткани нет. И на ткани я вот так вот сложила. Видишь как? И думаю, слава тебе, Господи, хоть какой-то есть зазорик. Ну да, я не заметила, честно. А пока ты не сказала. Так, а вот мои... Короче, мне надо еще эту самую. Вот уже вымазалась. Видишь? Висела на веревке. От веревки отпечаталась. Опять надо перестирывать, да? Чтоб не осталось. Ну да. Короче, мне надо еще обязательно... А я не сушу на веревке. А на чем ты? Прямо раскладываешь? Я выжала полотенечко, уложила, умотала. А я на прищепках... Сразу влаживаю. Да. Влаживаю до полного высушения. В общем, надо мне еще вышить сюда малинку, да? И... Как хочется все вышить. Шахотер. Мне кажется, что я уже этих птичек вечность вышиваю. Тюльпаны на меня там смотрят. Хотя я от шкафу стоял. Про дамочку вообще она на меня уже обидела. Скажи, ты сволочь. Уже с красотой отцветет, а я ей как не дошла. Ой. Блин, вот как. Ну вот смотри, ты увидела мой Dimensions. Я шару не рассмотрела. Ты вообще ничего не рассмотрела. Потом будешь говорить, что ты ничего не показывала. Скажет, она уже видела, что она не показывала. Ну красиво, Анжел. Натянется будет нормально. Я еще отглажу, да? Смотри. Да. Ты ее, когда вот это постираешь влажно и начинаешь растягивать. Вот эти лалки все уйдут. И все поправляю так, как мокрым. Чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин. Все расправила. И начинаешь гладить. Смотришь, опять видо перекосит. Опять. Я вот это пока, до самого последнего пока вот это все. Все выравниваю, все вытягиваю. Видишь? И у алка вот этого вытянутого не будет. И она будет ровненькая. А то, что говорят, что вытягиваются, то они тоже не доделают. Все можно нормально сделать. Ну а так ничего. Так и по беку, да? Красиво. Вот моя изнанка. Нормально. Это нормально. Нет, нет. Там еще одна картина, между прочим. Слушай, ну смотрел, сколько полу-рокурса. Вот эти книга. Вот этот кусочек действительно. Да, вот это я там, конечно, тиханула. Помнишь, как я вот эту чарилку свою в небо? Я всегда все распорола и панела. Потому что мне тоже все понравилось. А ты тоже так гуляла, как я? Да, но я же не знала. Мне как удобно, я так и вышивала. А потом уже почитала, что надо или так, или так. Ну а я же смотрю, вот это облако, думаю, что я с ним буду вот так вот. Тем более на таких открытых участках. Вот если и тут каша, может быть и то было. Да, нельзя. Красиво. Покажи изнанку. Вообще. Нормальная изнанка. Смотри, еще одна картина, Анжел. Ну только у меня вот увидишь, вот это. У меня хрустик вообще. У тебя нет, а я же все. Ты зашиваешь себя. Я же наверху рожу. И все. И голову не морочу. Ой, не знаю, мне все нравится. А чужой я свою вообще. А вот это ж, видишь, мой трэш, который я все зашиваю, зашиваю, зашиваю. Ну а вообще будет красивая тоже. Если бы она чистая, ты бы уже ее закончила. Да? А смотри, как на улице красиво я вижу все эти. Потому что свет, свет хороший, Анжел. А я если постираю, психану, а оно, блин... Не, вначале довышивай. Вначале довышивай. А ты видишь, где... А вот это, да? Да, точечно. Я вижу сейчас, как звездное небо. Как звездное небо, видишь? Много у меня еще зашивать. Я же говорю, типа, начни... А клобиор какой здесь. Тот же за крепкий, тоже. Ты понимаешь, два-три крестика, два-три крестика, два-три крестика, два-три крестика. Да. Она мне нравится по сюжету. Да, ну вот это гобелинчик вообще. Я же говорю, когда выстираешь, она как-то сядет, и вот эта вся уйдет, вот этот свет снизу. Свои работы хоть на улице порассматриваю. Вот это больше распароваться? Нет, не-не-не-не-не, это не про меня. А может не надо вот эти, вот эти две остатки? Нет, нет, надо, надо. Я еще хочу, что и дельфиниум, и тюльпан, и вот туда бы нашлачу. Нет, там он нормально. Нет, там он нормально смотрится. Это я сделаю темно-серой. А здесь надо светлее делать, да. А это точно не буду. Вот это надо сделать, вот это надо точно сделать. Вот это точно сделаю. Он будет еще лучше. Он будет более контрастный. А рябчик уже? Рябчик уже. Он не весь. А вот этот весь, чего не весь. А вот здесь, а вот этот нет тут ВК? Есть БЭК. Я нету там БЭКа. Есть ты его не видишь, поэтому... Его там нету. Так тут вообще ничего не поймешь. Ну, короче. И ты знаешь, она у меня сравнительно быстро вышилась, да? На винограде БЭК вообще офигенен. Потому что нравилась, наверное. Я не знаю, как-то я ее даже... Знаешь, под... Это чудесная игла у меня быстрая. Ты знаешь, что я смотрела под эту вышивку? Игры престола, нет? ПИМАТЫ КАЙДАША. Это только начинала смотреть этот сериал. Я вот это начинала вышивать. Вот в каждой вышивке вспоминаю все свои ощущения. ПИМАТЫ КАЙДАША. Я не помню, как мне это все нравилось, а еще не нравилось. Где я психовала, а где нет. Вот эти стичи я навсегда запомню, конечно. Это схема, а это все вердон. Мишанина эта. И вроде бы хочется, а потом уже вышиваешь, надо ее уже отложить. Вот сейчас я уже хочу вышивать. Хочу вот эту глашить, эту новинку. Ну так, схема еще отложила. Ой, а я хотела еще... Она маленькая получилась, но там мешанинка, блин. Думаю, может надо было на большей основе, на 28-м. Ну, какой кусочек у меня был. Что-то хотела? Хотела все свои, те, которые... Процессы тоже хотела взять, а потом думаю. Я тут надо оформлять. Так, надо дошить еще одну, а там видно будет. А тут еще один, да, фонарик будет? Нет, а он отдельно. Он отдельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok